Далёкое-далёкое океане, наверное, среднестатистически наш соотечественник не сразу найдёт Папуа-Новой Гвинеи на глобусе, и при этом даже русские слова сохраняются в обиходе у гвинейцев. Я знаю, что они используют топор, кукуруза, арбуз, и сейчас у них есть возможность ещё больше, ещё глубже изучать русский язык, поскольку в 2019 году в столице страны, в городе Порт-Морсби, был открыт кабинет русского мира на базе Национальной библиотеки архива Папуа-Новой Гвинеи. И у нас есть возможность посмотреть, как этот кабинет выглядит, как он функционирует, поскольку его сотрудники сняли для нас такой специальный репортаж. Событие международного масштаба. Папуа-Новой Гвинеи в прошлом году открылся кабинет русского мира, но чтобы его посетить, не обязательно преодолевать 12 380 километров. Таково расстояние от северной столицы до столицы гвинейской Порт-Морсби. Воспользуемся видеосвязью, совершим виртуальный тур. Привет, Папуа-Новой Гвинеи. Добрый день, мистер Касси. Привет, Папуа-Новая Гвинея. Добрый день, мистер Касси. Я генеральный директор Национальной библиотеки Папуа-Новой Гвинеи. Я проведу вас в библиотеку и покажу кабинет русского мира. В отличие от России, где коронавирус изменил привычное течение жизни, мы открыты, работаем и принимаем посетителей в обычном режиме. Пойдемте внутрь, следуйте за мной. Национальная библиотека была основана в 1978-м. Это подарок правительства Австралии. В прошлом году мы и открыли здесь кабинет русского мира. Сейчас провожу вас в кабинет и покажу вам его. Вот это и есть кабинет русского мира. Здесь у нас занимаются студенты. Это пространство, отданное русской культуре. Благи России и Папуа-Новой Гвинеи, матрешки, народные костюмы. И, конечно, этим познание о русском мире не ограничивается. Большой акцент сделан на медиаобразование. Разработанное специальный интернет-портал для тех, кто хочет узнать больше о природе, культуре и жизни в России. А также система дистанционного обучения русскому языку. Привет, Россия! Вот так мечты великого гуманиста Николая Миклуха-Маклая, заложившего еще в 19-м веке основы отношений между россиянами и Папуа-Ново-Гвинейцами, о дружбе двух стран стремительно притворяются в жизнь уже в веке 21-м. Я рад снова вас приветствовать, мистер Касси. Спасибо за экскурсию. Последний вопрос. Какое значение имеет создание Кабинета Русского Мира для Папуа-Новой Гвинеи? Огромное значение. Народ России и люди, живущие на берегу Маклая, связаны. Кабинет Русского Мира позволяет узнать, что может предложить Россия в сфере технологии, образования, а также помогает установить контакт между людьми для развития и бизнеса. Спасибо за ответ, мистер Касси. Несколько лет назад потомок Миклуха Маклая совершил путешествие в Папуа-Ново-Гвинея и потом здесь, в России, выпустили книгу об этом. Эту книгу я и хочу подарить вашей библиотеке. Спасибо, а я вас приглашаю посетить Кабинет Русского Мира. Мы продолжим наши отношения с россиянами, а вы заодно почитаете книги. Добро пожаловать в Папуа-Ново-Гвинея. Приезжайте, пожалуйста. Спасибо, мистер Касси. Ну что сказать. Пока границы закрыты, хорошо, что для виртуального культурного обмена и общения не существует никаких преград. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!